С 1 июля 2024 года для того, чтобы получать пенсию или пособие гражданам в возрасте до 70 лет, проживающим в областных городах и районных центрах, нужно оформить счет банки. Базовые счета на получение пенсии и пособий сегодня можно открыть в следующих банках. Белорусбанк, Белинвестбанк, Банк Добробыт, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, Сбербанк, Приорбанк и Белнежэкономбанк. Порядок выплаты пенсии и пособий изменился с 1 июля. И эти изменения коснулись тех граждан, которые моложе 70 лет и проживают в городах областного и районного значения. Беларусьбанк предпринял максимум усилий и на сегодняшний день, можно сказать, что информировали и привлекли к себе наибольшую часть пенсионеров для обслуживания. Напомню, для того, чтобы в дальнейшем получать пенсию, необходимо открыть базовый счет. Как правило, Беларусьбанк привязывает базовый счет в платежную карточку, которая позволяет максимально использовать всяческие возможности. Однако у банка есть возможность предложить нашим пенсионерам обслуживаться и по паспорту. Для этого ежемесячно нужно будет приходить с паспортом к самому окну любого учреждения банка, для того, чтобы получить пенсию и совершить другие платежи. Для открытия в банке базового счета для получения социальных выплат понадобится паспорт или другой документ, который удостоверяет личность. К открытому счету бесплатно предоставляется банковская платежная карта. Также клиент может обратиться в кассу банка, чтобы снять наличные средства. Для получения социальных выплат есть возможность открыть счет как с выпускаемой карточки, так и без нее. Также банки предлагают пенсионерам приятные бонусы. Хочу акцентировать внимание на том, что бояться этого не нужно. Банк предложил множество преференций, привилегий, когда базовый счет сопровождается платежной картой. То есть можно так сказать, что пенсионер выигрывает и получает так называемую добавку к пенсии в виде манибэка за безналичные расчеты в магазинах и коммунальных платежей. Кроме того, ежемесячно по мере зачисления пенсии поступает смс-сообщение на мобильный телефон пенсионера. Бесплатно. Мы рады оказывать всяческую информационную поддержку, учить финансовой грамотности наших клиентов, для того, чтобы им в последующем было обслуживаться удобно, быстро и безопасно. Если у пенсионера по какой-либо причине нет возможности получать свою пенсию, то он может оформить доверенность на другое лицо, которое будет получать выплату за него по закону представитель доверителя. Должен быть совершеннолетним. На сегодняшний день одно из самых распространенных на реальные действия – это удостоверение доверенности на получение пенсии. Доверенностью признается письменная полномочия, выдаваемая одним лицом другому, для представительства перед третьими лицами. При удостоверении доверенности нотариус устанавливает личность гражданина и выясняет гражданскую дееспособность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. На сегодняшний день очень важный момент, что с 1 июля 2024 года многие граждане будут получать пенсию через банк. Это не коснется лиц, достигших 70 лет, инвалидов 1-2 группы, а также граждан, проживавших в сельской местности. Они смогут сами выбирать, как им удобно – получать пенсию через банк или через почту. Необходимо отметить, что доверенность на получение пенсии на почте будет выдана сроком действия до 1 года, а срок действия доверенности на получение пенсии, хранящейся на счете пенсионера, со сроком действия до 3 лет. Напомним, что изменения не затронули получатели пенсии в возрасте старше 70 лет и инвалидов 1-2 группы. Среди получателей детских пособий изменений не коснутся инвалидов 1-2 группы и семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также получатели пенсии, детских пособий и пособий по уходу, проживающих в сельской местности.